Когда врач следит за состоянием пациента круглосуточно, Югра стала участником пилотного всероссийского проекта «Персональный медицинский помощник». Пробными площадками стали две сургутские поликлиники. Суть заключается в том, что люди с хроническими заболеваниями, артериальной гипертонией и сахарным диабетом получили специальные аппараты, которые моментально передают данные врачу. Специалист при необходимости дистанционно может скорректировать лечение. Проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Для его реализации заключено соглашение о сотрудничестве между Минздравом, регионом и госкорпорацией Ростех. Вот завышенные были шесть измерений. Вот тут графики есть красненькие. Вот 12 в норме, а вот они все 12 в норме. Никаких записей в тетради, отговорок и пропущенных процедур. Василий Никитин теперь следит за показателями сахара в крови в своем смартфоне. Данные сразу передаются и лечащему врачу. Лечащий врач мог смотреть данные, которые гликозилированную гемоглобин, допустим, кровь сдавал, и она могла смотреть на уровне трех месяцев, какое повышение было, понижение. Это нечетко. А здесь данные сразу за каждый день есть. Она может сразу подобрать способ лечения, исходя из моих данных. Такие аппараты не купишь в аптеке или специализированных магазинах медтехники. Современное оборудование для измерения глюкозы и артериального давления работает дистанционно. В каждый аппарат встроена сим-карта. Работают они от любой сети. Гаджет – это связь между врачом и пациентом. Моментальная. Терапевт видит все данные в своем компьютере и при необходимости может сразу откорректировать лечение. Ты заходишь в программу, смотришь, и сразу же говоришь, так, давайте, товарищ Иван Иванович, давайте перемерим сейчас давление, чтобы я посмотрела, что сейчас. То есть вот прямо в режиме онлайн это можно все сделать. Пациент, допустим, дома, он измеряет свое артериальное давление, и мне через секунду я обновляюсь, и мне приходят его циферки. То есть вот так вот даже бывало. То есть там говоришь, так, сегодня у нас есть препарат экстренной помощи, мы его принимаем, через 15-20 минут производим замер артериального давления, и уже дальше вот так вот мы и работаем. Теперь это не просто врачи, а персональные медицинские помощники. Так называется Всероссийский пилотный проект дистанционного наблюдения за здоровьем людей с хроническими заболеваниями, с артериальной гипертонией и сахарным диабетом. В нем принимают участие терапевты, эндокринологи и пациенты Сургута. Основной эффект – это эффективное лечение пациентов и предотвращение осложнений, как следствие, да, и нежелательных каких-то обострений заболевания, но и в конечном счете снижение смертности от таких заболеваний. Есть федеральный проект, да, он основан на одной из идей по социально-экономическому развитию России до 30-го года. И с тем, чтобы определить, заниматься этим, не заниматься, проектно для всех россиян, которые нуждаются в этой помощи. Вот в шести регионах проходит тестовая эксплуатация этой идеи. Вот, и в нашем регионе, мы один из тех регионов, и оба лечебных учреждения, поликлиника, вторая и четвертая, да, это в Сургуте. Персональные медицинские помощники стартовал в Югре два месяца назад. Сейчас как врачи, так и пациенты высоко оценивают его эффективность. Всего в нем принимают участие 954 сургутянина. До конца этого года планируется подключить к проекту 1050 человек, а до конца 2026 года больше 27 тысяч. Леана Киямова, Алексей Шахмаев, телекомпания Югра, Сургут.